Приют для бездомных собак, опасный для людей, создали в собственном дворе несколько жителей Сормовского района. Они ежедневно кормят бродячих псов во дворе и численность в стае постоянно растет. Теперь эти собаки считают двор своей собственной территорией и защищают, нападают на детей и взрослых, которые им чем-то не понравятся. Его сына укусил собаку, он один зашел на площадку, со школы шел, разорвала ему куртку. Ребенок до сих пор боится здесь ходить, это какой-то ужас. И после этого было еще три укуса в нашем доме, потому что при любом движении дети побежали, играют в мячик, собаки бросаются на движение. Или выходят люди с своими домастными питомцами гулять, собаки уже чувствуют, что это их территория, она прикормлена, она помечена, они бросаются на них. Мы выходим с мамой, с собакой из дома, я говорю маме, что собаки, и одна она бросилась из-за злости на меня. Ее укусила она вот прямо сюда, через штаны теплые, через вот эти штаны она ей прокусила ногу. Я не ожидала, я просто, я хотела клониться, но она на меня ногами, мне лапой на ногу встала и укусила меня вот так вот. Это укус, мы поехали потом, нам выдали справку в 27-й больницу, что укус есть действительно, сделали там первый укол ей, прививку. И вот это вот уже с синяком, это уже к вечеру было, сейчас он больше уже этот синяк стал. На ноге ребенок не спал два дня на этом боку, потому что было очень больно. Сейчас придется, да, все уколы, скорее всего, до февраля я буду делать, потому что я боюсь, я не знаю, что это такое, как вот, какие собаки, и никто не знает. Меня прихватывали даже, я говорю, честно сказать, вот это как, я должен идти с магазина домой, и меня прихватывают? Приятно будет вам? Собака охраняет свою территорию. Она считает, что это ее, а не моя, и не детей. Поэтому она такая агрессивная, ведет она себя, поэтому так. Это как так называется? У нас детская площадка во дворе дома, и дети у нас на ней не играют. У нас на ней спят собаки, живут собаки. Смотрите, вот это у нас летом происходит. Это лето. Вот они, человек снимают, они на него кидаются все. Сколько раз привозили песка, к примеру, на детскую площадку. Смотрят, что через 10 минут они уже там лежат, там свои дела делают. Дети говорят, боятся идти. Мне внучка говорит, деда, я боюсь к тебе идти. Я там с собакой ушел, и на нас напал прям стоять собак, а мужчина просто стоял, смотрел, кто их кормит. Даже ничего не сказал. Есть сердобойные люди, которых подкармливают. Разве они уйдут отсюда, если их здесь кормят? Они представляют опасность для детей. Я, конечно же, с этим человеком попыталась поговорить. Он даже никак не реагировал на мою беседу. Я ему сказала, почему ты здесь кормишь этих собак, зачем ты их ведешь? Я говорю, ты видишь моего ребенка, сейчас собаку укусила. Он ничего мне не говорил, он меня оттолкнул по дороге, и собаки все за ним побежали. Их надо изолировать, изолировать в эти места, где работают с ними волонтерами. А этого товарища, который их здесь прикармливает, ну он не один здесь, не несколько человек. Попросить работать там волонтерами. Люди, прикормившие этих собак, никакой проблемы в этом не видят. И останавливаться не собираются. Они считают, что делают доброе дело и спасают бездомных животных. Вот вы знаете, я сначала еще и на меня никто никогда не нападал. Понимаете, у нас есть сосед, вот что такое, что у него собаку, у него только почему-то никто не нападал. Ну потому что он под камнем. А может люди, не знаю, что они идут? По делу собаки и так обижены, они бездомные, голодные, холодные, без медицинской помощи. И люди, которые имеют дежурка-бабла, они просто, вот ты колбасу им дай, они все благодарны будут. Нет, они кидают, кричат, жалуются. Правильно, дай, как всегда, жалко. А вот так вот пожаловаться, я не буду с вами общаться. Иди сюда. Кстати, по мнению экспертов, подобные люди, решающие проблемы бездомных собак, создавая проблемы окружающим, и есть основная причина роста численности бездомных животных. Пока есть кормовая база, животные будут размножаться. Что касается ответственности, например, за искусственного ребенка, то в таких случаях эти граждане все ответственность себя снимают. Заявляют, что собака не их, а бродячая. Это было уже неоднократно в нашей области, когда такая стая бросается на ребенка. А их кормильца, сформировавшего и прикормившего эту стаю, к ответственности привлечь просто невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова